рассмотрим рестриктивные кардиомиопатии начнем с определения рестриктивной кардиомиопатии это кардиомиопатии которые характеризуются ригидностью стенки желудочка почему она ригидна потому что чаще всего либо это какой-то фиброзирование либо накопление каких-то веществ в кардиомиоцитах и соответственно стенка желудочка не такая эластичная не может так растягиваться соответственно нарушается его наполнение то есть нарушается диастолическая функция иногда это может сопровождаться утолщением стенок сердца и возможное снижение фракции выброса на поздних этапах вот наш любимая табличка мы ее уже просматривали значит теперь мы смотрим последний последний столбец рестриктивные есть опять же как генетически так и приобретенные заболевания соответственно как я уже сказала нужно обратить внимание на то что как правило все что будет фиброзировать миокард то есть склердермира фиброзирование эндомиокарда традиционное воздействие или метастазы до которые будут снижать эластичность стенки желудочка так и генетические расстройства как правило сюда попадают все болезни накопления амилоидоз здесь менпатии гемохроматоз гликкинозы но нужно помнить да что некоторые из них включены в гипертрофический поэтому там не забываем смотрим на картиночки значит чем отличается сердце ну здесь вот художник так изобразил да то есть если вот у нас полость нормальная желудочка здесь она практически не изменена ну может быть немножечко как немножечко увеличена так и на самом деле немножечко расширена то есть это не принципиально а вот стенка да она стенка зависимости от накопления то есть если это накопление то скорее всего будет увеличена если это фиброзирование то может быть немножко утончена и нужно помнить обязательно что это будет нарушение диастолической функции желудочка. Какие мы симптомы должны знать, чтобы уметь поставить диагноз? Значит, да, там симптоматика, как обычно у нас выходит, додышка при физической нагрузке, может быть венозный застой за счет гипотомиалии, точнее за счет плохой работы правого желудочка. Соответственно, мы увидим застой в нижней части тела, то есть это отекшие ноги и гипотомиалии и асцит. Про симптом Кушмауля, это когда мы осмотр проводим, то мы можем увидеть этот симптом Кушмауля. Я про него уже говорила в лекции по кардиологии базис примерно на 30 минуте. Я говорила, что на экзамене его любят ставить как симптом в задачах с констриктивным перикардитом. Но так как рестриктивная кардиомиепатия, она аналогична по симптоматике, да, то есть она тоже не дает сердцу адекватно заполниться, адекватно расшириться, то, соответственно, тоже свойственен вот этот симптом Кушмауля. Давайте еще раз вспомним, значит, при выдохе снижается давление крови в грудной клетке, за счет сниженного давления получается как бы подсасывание чуть большей порции крови из верхней и нижней половины. И вот этот вот увеличенный объем крови, он заполняет как бы правую половину сердца, а стенки у сердца при рестриктивной кардиомиепатии, они не настолько эластичны и они не могут растянуться так, чтобы принять вот эту дополнительную небольшую порцию крови. И вот этому дополнительному объему ему как бы некуда деться, и он в результате после вдоха, он происходит как бы ингургитация в еремную вену. Значит, смотрим вот сюда, я здесь оставила, да, вот это вот верхняя полая вена, соответственно, вот здесь у нас идут две еремные вены. Одна из них внутренняя, другая из них наружняя. Чаще всего мы, конечно, видим наружную полую вену, ой, господи, наружную еремную вену. Вот здесь я изобразила с мышцами, потому что вот внутренняя, она как бы скрыта мышцами, поэтому мы, естественно, как бы до нее не доберемся. Ну вот, например, на этом видео можем посмотреть еще раз. Да? Это все-таки внутренняя. А вот здесь, например, фотография, это наружная. И еще я просила запомнить, что на экзамене, если говорят про симптом кушмауля, то, скорее всего, задача про конструктивный перикардит. Но на самом деле этот симптом, естественно, может быть и при рестриктивной кардиомепатии, и при тампонаде сердца, хотя не так часто, но это в жизни. А на экзамене, не любят именно конструктивный перикардит. Дальше что? Здесь указано третий или четвертый тон. Я напоминаю, третий тон возникает в диастоле. Давайте, наверное, вот так вот посмотрим, да? Значит, смотрите, вот это вот у нас систола, вот это вот систола желудочков, а вот здесь у нас диастола желудочков, да, когда происходит их наполнение. Вот это первый тон, это второй тон, вот это вот третий тон. Он возникает в диастоле, да, тоже в лекции по базисной кардиологии о нем говорили. Значит, когда поток крови из предсердий ударяется у стенку желудочка, да, то есть просто открываются клапаны и кровь выливается в желудочке. И вот при рестриктивных кардиомепатиях стенка желудочка, она может быть утолщена и не так эластична. И вот этот, в принципе, может возникать вот этот вот третий тон. И мы как бы вместо стандартного нашего лап-дап слышим как бы лап-дапр, да, то есть вот этот третий тон, он как бы сливается со вторым. То есть лап-дапр. И опять же, я с удовольствием ссылаюсь на это видео, которое я краду уже который раз, но ссылку я обязательно оставлю. Значит, почему краду, потому что я все время боюсь, что эти видео могут куда-то удалить, и поэтому нам нужен только определенный кусочек, поэтому мне проще оставлять ссылку, но нужный кусок вставлять в лекцию. Давайте посмотрим, наверное, и послушаем. Теперь что касается четвертого тона. Значит, четвертый тон мы говорили о том, что это удар крови, а кровь, которая возникает при сокращении предсердий. Значит, смотрим, вот это вот у нас получается первый тон, это у нас второй тон, вот это начинается у нас диастола, вот это все, это диастола желудочков, здесь хлынула кровь в желудочке, а вот здесь, видите, написано систола предсердий, то есть какой-то еще объем крови дожимается предсердиями в желудочке. И вот тут момент, значит, желудочки, они уже наполнены кровью, и если стенка ригидно не растягивается, то для принятия еще одной порции крови, которая из предсердий, да, как бы давление в желудочке, оно слишком повышено, то есть вот это вот тот объем, который уже есть в сердце, он в желудочках, извиняюсь, он сопротивляется, давление в желудочке повышается, и в результате мы слышим как бы не вот наш вот этот стандартный лаб-дабр, лаб-даб, извиняюсь, лаб-даб, а мы еще слышим еще один тон, но обратите внимание, он как бы, он очень близко к следующему лаб-даб, и поэтому мы на самом деле слышим как бы трап-даб, трап-даб, то есть нам кажется, что он находится перед лаб, да, все потому, что он почти в конце диастолы. То есть он как бы присоединяется к первому тону. Ну вот моим студентам почему-то было легче запомнить вот эти вот мои лаб-даб и потом пытаться услышать на видео и на пациенте, и поэтому повторю, что в норме мы слышим лаб-даб, третий тон лаб-дабр, четвертый тон трап-даб, только не путайте потом последовательное возникновение, да, это просто для восприятия на слух, то есть третий возникает сразу после первых двух, поэтому мы слышим лаб-дабр, да, а четвертый возникает через некоторое время в конце диастолы, поэтому, собственно, и получает вот этот вот трап, да, трап-даб. Давайте еще раз, значит, вот здесь вот у нас должно быть лаб-дабр, а здесь должно быть трап-даб. Ну вот, надеюсь, запомните. В арсенале у нас еще есть ЭХГ, но на самом деле мы эту патологию можем проворонить, особенно если вначале нет ярких изменений, и вообще все зависит от типа кардиомиопатии, от специалиста, который смотрит на УЗИ, да, то есть это в жизни, это на самом деле, там, бабушка на двое сказала, но на экзамене будут типичные задачки, поэтому мы запоминаем. Симметричное утолщение стенок, это логично, так как если это, например, какая-то болезнь накопления, то откладываться будет симметрично по всему сердцу. Это отличает от гипертрофической кардиомиопатии, где утолщение в основном либо межжелудочковой перегородки, либо опекалия левожелудочка, да, то здесь будет утолщение стенок и правого, и левого, да. Что еще можем увидеть? Можем увидеть дилатацию предсердий, которая развивается, потому что желудочки ригидны, и предсердием не удается впихнуть вот этот остаток крови в желудочке, в результате они постепенно перерастягиваются. Также эхо нам помогает в диагностике с конструктивным перикардитом. Нам нужно помнить, что при конструктивном перикардите, скорее всего, на экзамене нам дадут картинку, где будет утолщен перикард и будут кальцификаты. Соответственно, если перикард в норме, то мы будем думать о рестриктивной кардиомиопатии. И, скорее всего, будут утолщены все-таки какие-то стенки и, скорее всего, вообще дадут типичную задачку. Сейчас мы посмотрим вообще видео по амилоидозу. Значит, ЭКГ. ЭКГ не специфично, ничего там особо не будет за счет того, что сердце не может адекватно сокращаться, может быть низкий вольтаж, могут быть признаки нарушения проводящей системы, да, за счет там склерозирования, отложений и так далее, различные блокады. Значит, биопсия нужна зачем? Для постановки диагноза при амилоидозе и гемохроматозе. Вот амилоидоз – это болезнь накопления. В тканях откладывается белково-полисхоридный комплекс. Типов амилоидоза, их много, но именно когда мы говорим про кардиологию, тут нужно знать парочку из них. Дело в том, что другие типы, там приоритет в других органах, да, но вот при этих, о которых я буду говорить сейчас, практически всегда амилоид откладывается в миокардии, и поэтому эти пациенты наблюдаются у кардиолога. Значит, основные два типа амилоидоз, для которых характерны именно поражения сердца, это так называемый АЛ, амилоидоз, его еще называют первичным. При этом типе собственные плазмоциты, которые эмалигнизированы, образуют аномальные иммуноглобулины. И вот эти легкие цепи этих иммуноглобулинов, легкие, собственно, поэтому он называется АЛ, да, то есть L от Light, там легкий. Вот эти цепи откладываются во всех тканях организма, но при этом сердце поражается в 90% случаев. Чаще всего происходит перикардиальный выпад, но, соответственно, мы можем увидеть утолщение межжелудочковой перегородки, и вот это, вот это вот слово нужно прям запомнить, пестрый, блестящий миокард. Это прям очень любят как на экзамене, так и при описании частных случаев, да, когда описывают какую-то историю болезни, публикуют статьи и так далее. Значит, другой тип амилоидоза, который тоже нужно запомнить, так называемый приобретенный, но его еще называют старческий, синильный, потому что обнаруживают чаще у пожилых. Значит, вот несмотря на то, что он называется приобретенный, на самом деле он из двух форм состоит. Одна наследственная, так называемый семейный амилоидоз. А, F, 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 это family, да, то есть семейный, семейный амилоидоз. Но, обратите внимание, я в скобочках поставила TTR, сейчас объясню. А вот другая приобретенная, которую называют, еще называют, вот это wild type. И там, и там мутация белка транстиретина, транстиретин, поэтому TTR, транстиретин. Просто нужно знать, что вот он есть двух типов, один family, а другой wild type. Но и там, и там, TTR. И вот этот белок, его синтезирует печень. Он транспортирует, вообще, тироксин и ретинол. И вот при этой патологии имеет свойство накапливаться в сердце. Значит, на эхо при амилоидозе можно увидеть утолщение стенок миокарда, дилатацию предсердий. Миокард еще называют пестрым. Или блестящим, так как его структура изменена. И есть более плотные включения. Вот смотрите, вот сюда, да, вот эта стенка межжелудочковая. Вот он как бы, такие как бы гранулы. И за счет того, что они более, они гиперохогенные, да, получается такое сверкание. Особенно, когда мы в режиме движения, да, сейчас мы посмотрим. И вот как будто блеск. Поэтому и называют блестящий, сверкающий, да, там, пестрый миокард. Значит, на экзамене, ну, на самом деле, можно увидеть разные проявления амилоидоза. Ну, то есть нужно понимать, что в жизни все не так, как на экзамене. Но, значит, для экзамена лучше запомнить, что при первичном вот этом ТТР, да, любят давать утолщение межжелудочковой перегородки. Обратите внимание, что утолщение межжелудочковой перегородки происходит не только при гипертрофической кардиомиепатии. И на экзамене могут специально путать, да, подсовывая такие задачи. А вот блестящий миокард, вот, сейчас мы сейчас посмотрим это видео, на самом деле. Это типично для амилоидоза. Вот, вот это вот там всякие, вот это вот, ну, на самом деле, блестящий, да, блестящий вот этот вот АЛ тоже. Очень это все дело любят туда подсовывать. Значит, для ТТР они любят давать равномерное утолщение стенок желудочков, уменьшение полости желудочка, дилатацию обоих предсердий, на самом деле, то есть, как бы ничего специфического, но, скорее всего, они дадут там что-нибудь связанное с амилоидом, то есть, вы должны, там, скорее всего, клинический случай какой-то дадут, и вы соберете этот пазл. Ну, в голове сейчас должно отложиться пестрый блестящий миокард на ЭКГ, амилоидоз, да, то есть, вот это вот, такая заметка должна быть. Значит, вот это вот видео от заданной статьи, ссылка ниже. Значит, здесь можно увидеть утолщение. Давайте посмотрим, кому это видео. Сейчас попробуем. Датчик находится здесь, вот это желудочки, это у нас предсердие, да, соответственно, мы видим утолщение межжелудочковой перегородки, вот это вот сверкание, то, что называют сверкание блеском, да, мы видим дилатацию как желудочков, так и предсердий, мы видим, вот, да, правую дилатацию обоих предсердий, и мы даже видим обструкцию выхода из левого желудочка, да, то есть, во время систола немножко есть, да, вот. Ну, хорошо, то есть, для милоидоза на УЗИ, для экзамена запоминаем блестящий миокард, но вообще милоидоз гемохроматоз требует биопсии для подтверждения диагноза, поэтому давайте-ка мы еще посмотрим кое-что, да, значит, вот она, вот она, эта биопсия, слева, значит, у нас нормальный миокард, а справа фотографии из одной российской статьи, ну, всегда приятно, да, за состечественников, поэтому, собственно, если есть возможность предоставить что-то из российских источников, я, конечно, это делаю с большим удовольствием. Значит, это статья милоидоз у пожилых, она 2015 года, и мы видим дезорганизацию миокарда, да, то есть нет той структуры, которую мы видим слева, ну, что-то непонятное здесь, да, дезорганизация, мы видим скопление иозинофильных масс, ну, грубо говоря, вот тут вот что-то тут такое вот здесь вот, да, там, непонятное. Мы видим, ну, какие-то, да, там, где-то кардиомиоциты группками сохранились, да, что-то такое, и при этом авторы пишут, что при микроскопе окрашенных конго красным препаратов в поляризованном свете отмечено двойное луч преломления. Вот я эту фразу где-то видела, я просто не нашла потом этой задачи, но вот года два назад я в каком-то из источников, то ли это американский экзамен, то ли это европейский экзамен, где-то я видела эту задачу. То есть они говорили именно, словами написали о преломлении, луче преломлении, да, при микроскопии в поляризованном свете, и поэтому вот это вот тоже должно быть в голове. Значит, запомняем слова. При микроскопии окрашенных конго красным препаратов в поляризованном свете отмечено двойное лучи преломления, то есть амилоид изменял красный цвет окраски на яблочно-зеленое свечение. Вот это нужно запомнить. На самом деле амилоид также можно типировать окраской и выяснить тип. Вот в данной статье у данного пациента выявили АЛ амилоидоз. И что интересно, что у данного пациента стоял диагноз тяжелосердечной недостаточности на фоне ЭБС, а в итоге оказалось, что у него амилоидоз. То есть вот так вот. Вот это гемохроматоз. С этим заболеванием можно познакомиться в лекциях по гематологии. Ну там тоже кое-что. А сейчас мы посмотрим на сердце. То есть вот это вот украло фотографию одного доктора из Твиттера. Поэтому оставляю здесь кое-что. Вот это макропрепарат. То есть мы видим окраска по перусу. Дает представление о накоплении железа. То есть оно фактически везде. И при окраске даже гематоксилиной и азином мы видим скопление темного цвета. Вот они. Вот, давайте, если я не знаю, на всякий случай, если вам не видно. Вот они, да? Это собственное железо накоплено. Соответственно, есть и специальная окраска на железо. И при специальной окраске, естественно, мы видим множество синих точек. То есть тут уже проблем нет. Вдруг на экзамене попадется какой-то препарат. В последние годы для диагностики нахваливают МРТ и эсцинтиграфию. То есть что значит эсцинтиграфия? Вот это сложное, страшное название. Там что-то дифосфонат, чего-то там. В вену вводят, по сути, препарат, содержащий радионуклеиды технеция. Ну и перфосфат. Примерно через какое-то время, через полчаса, делают серию снимков. И видят, что накапливается равномерно препарат оба желудочка. То есть разные проекции. Вот посмотрите. То есть оба желудочка захватили данный препарат. Но на самом деле есть статьи, которые говорят, что МРТ тоже прекрасный способ поставить диагноз. Так как позволяет сделать хорошее изображение, полученное после усиления годолиней. Годолиней, диэтилендриамин, пентоуксусной кислотой. Это он там обозначается как-то ДТП, ДТП. На самом деле нам сейчас, на данный момент, не принципиально. Когда у нас будет курс радиологии, мы там поподробнее рассмотрим эти моменты. Ну, как бы, скорее всего, на экзамене будет, вот МРТ, скорее всего, не будет. А вот такие снимки, на них нужно понять, что сердце что-то накопило. И сердце накопило во всех. И в левом, и в правом желудочке. И тогда вы будете говорить про, если вам увидите вот такое вот название, вы будете думать про амилоидоз. Ну, там, конечно, будут и другие подсказки. Лечение как такового, да, при рестрикции, потому что причин для рестрикции их много. Соответственно, мы будем видеть симптоматика, какая на передний план выходит. Сердечная недостаточность, но с сохраненной фракцией выброса левого желудочка. И, соответственно, мы будем применять препараты, которые мы используем для сердечной недостаточности, с сохраненной фракцией выброса левого желудочка. Можно посмотреть, опять же, отдельную лекцию по сердечной недостаточности. Оттуда же я взяла эту схемку. Итак, мы боремся с настоем крови, стараемся не снизить выброс. То есть, диуретики, вазодилататоры мы используем осторожно. Бета-блокаторы – это корвидилол, метапролол, биспролол, и же с ним. И антагонисты кальция, веропамил, дилтиазы, они оказывают антиаритмогенный эффект и могут улучшить диастолу, потому что чем реже сердце бьется, тем лучше оно наполняется. Ну и они не для всех случаев. Почему? Потому что этот отрицательный натропный эффект, то есть снижение силы сердечных сокращений, в некоторых случаях это критично, да, то есть когда там, особенно, какие-то поздние стадии, то нам фракцию выброса не нужно снижать, да, нужно об этом помнить. Значит, хочу напомнить то, что единой схемы для сердечно-недостаточности сохраненной фракции выброса, схемы лечения как бы нету, единой, да, то есть согласованной, которая доказанно улучшила бы выжилаемость пациентов. Поэтому всех лечим в зависимости от симптомов, фактически индивидуально, одному, одно, другое, другое. То есть мы обсуждали дилитационные кардиомиепатии, там мы брали схему из четырех групп препаратов, которая была утверждена для всех пациентов с сердечной недостаточностью, со сниженной фракцией выброса. И дальше уже мы смотрим, что добавить к этой схеме. А вот для рестриктивных кардиомиепатий у нас препараты для сердечно-недостаточности сохраненной фракции выброса, но единой схемы нет. И все зависит от пациента. Мы только указываем примерные группы препаратов, которые могут быть полезны для того или иного случая. Что касается отдельных видов рестриктивных кардиомиепатий, значит, для первичного амилоидоза это лечение, собственно, онкологии крови, то есть там валигнизированные вот эти клетки, которые синтезируют антитела. Соответственно, это пересадка костного мозга. И иногда, когда это возможно, пересаживают и костный мозг, и сердце, то есть там как бы такая супероперация, суперпоследовательное решение проблемы. Для амилоидоза, который транстеретиновый, в учебниках указывает сейчас новый препарат. Тафамидис. Это стабилизатор транстеретина. Он связывается с этим транстеретином и не дает ему распасться на мономеры. Тем самым он замедляет течение заболевания. То есть у пациента уже проблема с тем, что вот этот транстеретин нестабильный, он распадается и везде накапливается. Но проблема вот этого тафамидиса, это то, что выпускает его файзер под названием Виндакель. Что это такое? Виндакель, да. И проблема, это на самом деле стоимость препарата. Там одна коробка, она стоит несколько тысяч долларов. 15, где-то, порядка 15 тысяч долларов. А это всего 30 капсул на месяц. То есть это просто, чтобы затормозить заболевание и предотвратить прогрессию, нужно хорошо так платить и платить пожизненно. Поэтому на самом деле специфического лечения фактически нет. Вот на этой грустной ноте мы закончим с рестриктивными кардиомиепатиями и перейдем к другим кардиомиепатиям. Их немного, но они очень интересные. Значит, первое это кардиомиепатия тако-цуба, и второе аритмогенная кардиомиепатия правого желудочка. Значит, кардиомиепатия тако-цуба, на японском, тако-цуба означает ловушка для осьминогов. И это определение полностью описывает патологию. Значит, вот здесь вот вы можете увидеть фотографию, да, ну рисуночек, не знаю, это на самом деле декорация. Ловушки для осьминога. И вот я нашла прям, мне очень понравилась эта картинка, украла из интернета. Значит, ну она просто максимально похожа, да, действительно на кувшинчик вот этот вот. Поэтому и украла. Вот за эту веревку этот кувшин достают ночью. То есть туда ночью заползает осьминог отдохнуть, поспать, а утром его вытаскивают кувшин, а он там внутри. Поэтому называется, да, ловушка для осьминога. Почему же кардиомиепатию назвали в честь ловушки? Потому что именно это происходит с сердцем, то есть по форме похоже на вот этот кувшин с узким горлышком. То есть, что мы видим? Мы видим дилатацию левого желудочка, но при этом есть определенная, наоборот, суженная как бы часть. То есть, посмотрите вот сюда на схемку. Вот таким он должен быть. Вот здесь он сужен. Вот здесь он расширен, дилатирован. И вот в этом он получается, да, такая вот форма кувшина. Какова же причина таких вот изменений миокарда? На самом деле, это моя любимая кардиомиепатия, потому что она самая романтичная. Вы знаете выражение «жили долго и счастливо, и умерли в один день». Так это вот про эту кардиомиепатию. Дело в том, что такая кардиомиепатия часто развивается у женщин постменопаузу, в 60-75 лет, это там пик, в результате сильной стрессовой ситуации. Такой, как, например, смерть мужа. И эту кардиомиепатию, на самом деле, также называют стрессовой, да, потому что она возникает в результате какого-то сильного стресса. Значит, что, почему такой возраст, почему постменопауза? То есть, тут, видимо, играет какую-то роль вот этот гормональный фон, да. Симптоматика, она на самом деле типичная для инфаркта. То есть, боль за грудиной, тошнота рвота, на ЭКГ тоже, значит, типичный инфаркт, подъем сегмента СТ, может быть, подъем маркеров некроза миокарда, да. Но этот подъем будет не такой выраженный, как при реальном инфаркте. И вот что решает, на самом деле, проблему, диагностику, да, это когда мы делаем коронарографию, то там норма. И вот это ключевой момент. Все говорит об инфаркте, возраст, ситуация стрессовая, ЭКГ говорит за инфаркт, то есть, симптоматика говорит за инфаркт, все говорит за инфаркт, делаем коронарографию, а у нас нету пораженной артерии, нету. И так как у нас нет никакого выраженного стеноза, это нас должно навести на мысль, что что-то здесь не так, что это не инфаркт. И, кстати говоря, данный диагноз вообще стали ставить только в последние годы. Вот пока японцы не описали кардиомиопатию, она скрывалась под диагнозами инфаркта. Нам, чтобы поставить диагноз и похвастаться клиническим случаем, необходимо сделать вентрикулографию. Вот тогда мы увидим, что вот эти вот красивые фигуры, да, то есть, ну, это опять же, это вот норма, вот, например, такая вот вентрикулографии, то есть, мы можем вот такую картиночку увидеть. И мы увидим вот эту форму кувшинчика. Ну, правда, я украла из интернета только самые красивые картинки, которые действительно похожи на ловушку осьминога, но в реальности форма, может быть, вообще не такая. То есть, основное, что должно быть, что вы должны увидеть на вентрикулографии, это одна часть желудочка гиперкинизирована, а другая гипокинезирована. И в результате могут получаться, на самом деле, разные профили. Стандартный красивый вариант называется токацуба с апекальной акинезией, апекс, да, то есть вот это вот апекс, апекальная акинезия и базальная гиперкинезия, да, апекальная акинезия, базальная гиперкинезия. Это стандартный, да, но на самом деле есть другие варианты, то есть, например, с базальной акинезией и апекальной гиперкинезией. Есть перегородочный тип с выбуханием перегородки, да, и в сочетании с базальной и апекальной гиперкинезией. То есть, вот так вот. Локальный тип с выбуханием каких-то других сегментов левого желудочка и клинической картины, характерной для токацуба. То есть, вы должны понимать, что не всегда это ловушка осьминога. То есть, форма может быть разная. Что нужно запомнить? Где-то гиперкинез, где-то гипокинез, да, акинезия. На самом деле, теория такова, что из-за стресса сосуды сужаются, поэтому кровоснабжение кардиомиоцитов где-то падает, но не прекращается совсем. И кардиомиоциты находятся как бы в шоковом состоянии и под давлением крови растягиваются. И поэтому в верхней части наблюдается гиперкинез, я опять же повторяю, не обязательно в верхней части, да, точного объяснения развития такой кардиомиопатии пока никто не дал. Все только теории. Есть теория гормонального дисбаланса, то есть, там, не буду в это углубляться, но, да, катехоламины, тот же адреналин, что они влияют на вот эту вот перерастянутую часть. То есть, грубо говоря, там, где рецепторов у сердца больше было, да, к адреналину, там она вот эта часть так себя повела. Значит, запоминаем слово катехоламины. Без лечения, на самом деле, ситуация может закончиться либо разрывом, да, этого самого перерастянутого желудочка, что коррелирует, в общем-то, с понятием разбитое сердце, да, опять же романтично, хоть и грустно, но также нас беспокоит острая сердечная недостаточность и риск аритмии желудочков. Но если лечение вовремя, будет вовремя адекватным, то, на самом деле, через два месяца вполне полное восстановление, что не может не радовать. Лечение индивидуально, в зависимости от проблем данного пациента, как правило, это бета-блокаторы, корвидилол, метабролол, бисабролол, да, ингибиторы от гиотензин превращающего фермента, вспоминаем, хинаприл, каптаприл, да, лизинаприл, ацетилслесиловая кислота для профилактики тромбообразования, да, то есть где дилатация, где турботурбулентность, там всегда нужно помнить про тромбообразование и так далее, да. И другую кардиомепатию, о которой нам тоже нужно немножко поговорить, значит, это аритмогенная кардиомепатия правого желудочка. Это генетическое заболевание, поэтому здесь и написано АД, да, аутосомно-доминантное. Заключается в поломке десмосом, это такие структуры, которые соединяют между собой клетки миокарда, и вот в результате нормальный миокард постепенно замещается фиброзной и жировой тканью. Называется кардиомепатия правого желудочка, потому что в основном замещение происходит в области правого желудочка. Даже есть особый участок в области вот этого правого желудочка, как бы треугольник, верхушка, значит, верхушка правого желудочка, да, выход и вход, грубо говоря, из правого желудочка. То есть верхушка, выход и вход. Ну, это очень грубый такой, но вполне описывает ситуацию. То есть вход, выход, верхушка. Чаще всего вот здесь это происходит. Но, опять же, в жизни все не так красиво, все дело может расползаться и на левый желудочек, да, то есть вот здесь вот мы видим сердце, то, как мы видим его обычно, глядя на человека, да, когда он к нам лицом стоит, то есть вот эта вот часть, вот эта часть, она обычно и поражается. Еще, на самом деле, еще до морфологического изменения, то есть до замещения фиброзной тканью или жировой там, в этой области развивается петля. И поэтому есть риск развития желудочковых аритмий. И вот желудочковые аритмии будут выходить на первый план в симптоматике. То есть пациент может испытывать головокружение, у него могут быть обмороки, у него может быть остановка сердца, особенно при физической нагрузке. И тут нужно опять сказать о том, что эта патология является причиной смерти молодых спортсменов. То есть симптоматики нет, изменений в морфологии нет, молодой спортсмен, регулярно проходящий осмотры и вдруг умирает. А в каком заболевании мы уже говорили о таком феномене? В гипертрофической кардиомиопатии, да. А вот аритмогенная кардиомиопатия тоже может приводить к внезапной смерти. Говорят, что она распространена в некоторых регионах Европы, поэтому для нас актуально. Мы вроде как диагностируем. Это, кстати, фотография одного из футболистов, который умер в возрасте, в очень молодом, и, собственно, потом на вскрытие оказалось, что у него этот диагноз. Диагноз ставится на основе наличия больших и малых критериев, которые я потом покажу. Значит, для экзамена их зазубривать не надо, просто нужно иметь представление. Поэтому посмотрим на диагностику глобально, что нам может сказать, что да, у этого человека аритмогенная кардиомиопатия правого желудочка. Ну, думаем, значит, аритмогенная, значит, аритмия, ага, значит, изменения на ЭКГ. Есть и специфические ранние признаки, мы их на следующем слайде посмотрим. Значит, следующее слово. Кардиомиопатия. Мы помним, что там фиброз и жировая ткань вместо сердечной мышцы. То есть, если есть изменения, видимые в форме правого желудочка, то есть, если что, то вот здесь вот. Или же мы дошли до биопсии, и нам гистолог дал заключение, то это тоже как бы в пользу диагноза. Биопсия, кстати, не обязательно, если есть другие большие критерии. Ну и анамнез, да. Мы уже сказали, что заболевание аутосомно-доминантное, то есть, если есть родственники, которые умерли рано и внезапно, то это подозрительно. Ну и если пациент нам говорит, что у него предобрачное состояние, что падал в обморок, то нужно задуматься. А вот теперь мы поподробнее, значит, посмотрим. Сначала смотрим, что там может быть с нарушением проводимости. Что нужно запомнить для экзамена, это вот выделено красным цветом, да, наличие отрицательных зубцов Т в правых грудных отведениях, то есть В1, В3, да. У лиц старше 14 лет, да, мы помним, что для детей это может быть нормой. Самым специфическим явлением будет наличие волн Эпсилон, В1. Она отражает замедленную деполяризацию правого желудочка. И она представляет собой зазубрину. Сейчас покажу ЭКГ. Значит, она представляет собой зазубрину на сегменте СТ. Вот ЭКГ надо знать, поэтому я как бы украла самую понятную, да, вот прям, чтобы прям все было видно. Вот это ЭПСИЛОН наша, да, любимая. Так, значит, также может быть... Может быть желудочковая тахикардия с постоянной или транзиторной блокадой левой ножки пучка ГИСа. Но нам самое главное запомнить, да, вот для экзамена хотя бы, да, вот эти вот волны ЭПСИЛОН и... Это В1, В1, вот В1, волна ЭПСИЛОН и отрицательное Т, да, в правых отведениях, да, В1, В2, В3, вот мы их увидели. Про анамнез я уже сказала, что внезапная смерть молодого родственника должна заставить задуматься. Ну, а в наличии диагноза у родственника в первой степени это как бы вообще большой критерий, да. Изменения правого желудочка могут быть разными. Так, наверное, вот это сейчас уберем. Может быть его дилатация, дилатация со снежной фракцией выброса и сохраненной, да, то есть по-разному. Могут быть аневризмы того же правого желудочка, да, ну, то есть если стенка замещена, то понятно, аневризма будет. Можем найти фиброз, как на МРТ, так и на той же биопсии. Вот, кстати, биопсии. Значит, вот эти вот красные, выделенные, это так называемые большие критерии. Большие критерии. То есть если они есть, то мы, скорее всего, стоим перед аритмогенной кардиомиопатии правого желудочка. И теперь как же ставится диагноз? Вот такую табличку, значит, это таблица критериев. Здесь критериев намного больше, но для экзамена, ну, это как бы там для специалистов, а нам нужно иметь представление, что правый желудочек может как-то измениться по форме и структуре. Вот, и нужно знать некоторые изменения на ЭКГ. Диагноз выставляется, если... Значит, смотрим, вот здесь у нас большие признаки, вот здесь у нас малые признаки, да. Если у пациента либо два больших признака, либо один большой и два малых признака, либо четыре малых признака. Ну, это вам просто, ну, как бы, для общего развития, на самом деле, для экзамена это не принципиально. Что касается лечения. Лечение, опять же, симптоматическое. Запомнить легко, исходим из названия. Аритмогенная, значит, лечим аритмией. То есть антиаритмические препараты, в частности, бета-блокаторы. И препаратом выбора здесь является саталол. Но это просто эмпирически нащупали. То есть вот просто на сегодняшний день вот считается, что он лучше всего. Никакого, как бы, объяснения этому нет. Если у пациента были обмороки, головокружение, если мы видим желудочковую тахикардию, то лучше установить ИКД, да, кардиовертер-дефибриллятор. И мы говорили о наличии петли, что теоретически еще даже до замещения, да, там может формироваться петля. И сразу хочется сказать, что можно сделать абляцию. То есть абляция это там тем же, ну, то есть взяли, да, там лазером почикали, петлю убрали, и как бы все будет хорошо. Но на самом деле вот при этом заболевании очаги вообще могут быть либо множественными, либо они могут после, уже после операции возникать в другом месте. То есть на самом деле абляция проблему при данном заболевании не решает. Поэтому процедура спорная, я ее поставила просто, чтобы вы знали, да, что такой вариант есть, но он под вопросом. Конкретно для ритмогенной кардиомиепатии эта процедура под вопросом. Ну и естественно стараются, то есть есть рекомендации оставить большой спорт, да, потому что физическая нагрузка, есть риск всегда какого-то ухудшения состояния. Все.